Друзья, приветствую! Сейчас мы с вами рассмотрим, как легко зарегистрироваться в наш замечательный стартап, который вот только-только свеженький, как пирожок с печи, появился из Европы, из Австрии. Так что все это надежно и интересно. При этом стартап, в котором не сытно приглашать людей, в котором нет риска, мы не рискуем ни деньгами, ни репутацией, в котором не надо думать, что-то изучать, а просто работать и зарабатывать хорошие деньги. Естественно, пользоваться классным продуктом, мы все знаем, как он называется. Это MyProtect. Защита любых девайсов от любых угроз, начиная от бактерий и заканчивая самыми тяжелыми случаями, в виде разбитых экранов и самих устройств. Итак, вот так выглядит страница регистрации, ссылку на которую дал вам ваш спонсор. Здесь мы видим в адресной строке его ID номер. Также мы здесь видим в этой графе его ID номер. Здесь по умолчанию стоит галочка «Зарегистрироваться как партнер». И по умолчанию стоит английский язык. Если вам нужно, вы можете выбрать немецкий язык. Пока такие языки, но здесь все предельно просто. Сейчас я вам покажу. Итак, мы жмем кнопку «Start your business», то есть «Начать наш бизнес». Как обычно, мы здесь знакомимся со всеми положениями и политиками. Соглашаемся со всем этим. Жмем кнопку «Continue», то есть «Продолжить». Попадаем на страницу для ввода персональных данных. Опять же мы видим ID спонсора. Здесь вводим, выбираем пол. Женщина, мужчина или компания. То есть, мы выбираем, к примеру, мужчину. Сurname. Сюда мы вводим имя. Допустим, кто у нас будет? Давайте Евгений. Евгений. Lastname – это фамилия. Кто у нас будет? Давайте будет Онегин. Онегин. Евгений Онегин. Никнейм. Здесь нам нужно придумать уникальный логин. Давайте, что у нас обычно любят сетевики. Давайте придумаем, я не знаю, что-нибудь такое уникальное, чтобы сейчас у нас система не выбросла. Давайте какой-нибудь там профи, допустим. Профи. Три семерки. Вот так. Здесь нам надо ввести имейл. Скажу сразу, как обычно, рекомендуем заводить имейлы на Gmail, потому как все знают, что тот какой-нибудь там имейлеру, бекару, листру начинен каким-то спам-фильтрами и, собственно, письма на них часто не приходят. Соответственно, самый проверенный бесплатный ресурс – это Gmail. Ну, вводим сюда имейл. Какой у нас будет? Какой у нас? Онегин, да? К примеру, онегинсобака. Gmail.com Адрес. Сюда мы вводим, друзья, следующую информацию. Это улица, номер дома, корпус, квартира. К примеру, улица у нас будет… Не знаю, давайте назовем стартовая. У нас начало бизнеса. Стартовая. Дом 5, к примеру, корпус 3, квартира, к примеру, 15. Также хочу сказать, важный момент, друзья, вводить надо данные на английском. Соответственно, если у вас сложности с этим, есть разные ресурсы, которые помогают в этом. Допустим, я открыл специально, чтобы вам показать вот такой сайт, на котором можно, собственно, перевести название, то есть делать транслитерацию с русского на английский. Все очень просто. Здесь ставим галочку с русского на английский, вводим какую-нибудь там улицу, к примеру, какая у нас там была. Стартовая, да? Стартовая. Жмем транслит онлайн. Вот мы увидим все желатиницы. Нажимаем кнопку скопировать и, собственно, улица у нас уже в буфере обмена. Вставить, пожалуйста, стартовая. Ссылку на этот ресурс, в принципе, давайте поставим под это видео, чтобы вам не надо было искать. ZIP – это наш индекс. Вводим свой индекс. Location – это город. К примеру, какой у нас город? Давайте это будет FUMENY. Страна. Также можно использовать этот ресурс для того, чтобы перевести, то есть взял транслит, название своего города. Страна. Выбираем страну. Смотрите, друзья, пока доступна регистрация только в России. Поэтому мне сказано, что если вы из другой страны русскоязычной, то выбираем Россию. Потом можно будет в личном кабинете эти данные поменять. Я регистрировался, например, когда еще России не было. Я указывал Чехию. Потом, собственно, все это легко поменял. Телефон не обязательно. Не указываем. Жмем continue, продолжение. Далее мы попадаем на страницу, где мы должны выбрать продукт. Стартовый свой пакет. Как мы видим, есть четыре вида входов, четыре разных пакета. Одна упаковка нашего замечательного продукта. Три упаковки, шесть упаковок и двенадцать. Естественно, чем больше упаковок, то есть чем больше вход, тем это выгоднее. Пока, друзья, мы выбираем одну упаковку. Потому, как сейчас мы все равно ничего не будем оплачивать, будучи на пред-предстарте. Наша задача сейчас зарегистрироваться. Далее, друзья, когда страна откроется, а Россию обещают открыть в течение двух недель, через две недели, сегодня, напомню, 11 июля. Посмотрим, как будут выполняться сроки. Тем не менее, сейчас мы прописываем одну упаковку. Далее, когда откроется уже страна и уже будет понятно, что с логистикой и прочей, ну, собственно, со всей системой работы, мы уже будем смотреть и выбирать, какой пакет нам выгоден. Естественно, я, например, буду выбирать пакет больше, если это будет выгодно для моего бизнеса. Итак, мы выбрали сейчас на данном моменте один пакет. Это 29,90 евро. Жмем Continue, продолжить. И, собственно, попадаем на финальную, можно сказать, страницу, где проверяем всю информацию. Вот здесь Payment важно. Метод платежа. Мы выбираем не СЕП, это для Европы. Мы выбираем не кредитную карту. Это позднее будет. Хотя я регистрировался через именно эту опцию. Но мы сейчас выбираем Remit and Amount, то есть мы самостоятельно заплатим деньги. То есть нам пришлют на почту счет и мы, собственно, в банке сами якобы оплатим. То есть вот сейчас на предстарте мы выбираем эту опцию, у нас ни к чему не обязывает и, соответственно, платить ничего не надо будет. Здесь мы видим информацию о заказе. Это мы видим одна штука, один комплект, 29,90 евро. Итоговая сумма 29,90. Когда страна уже откроется, мы создадим новый ордер, новый заказ. Выберем необходимое количество пакетов, то есть наиболее выгодный, комфортный для нас вход в бизнес. Оплатим просто спокойной кредитной картой и начнем бизнес. Именно такая рекомендация дана сейчас. Ну а на данном этапе мы жмем вот эту уже заветную кнопку «Order liable to pay». То есть мы регистрируемся и подтверждаем все эти данные. И попадаем вот на такую страницу. С нашим заказом выставленный нам счет 29,90 евро. Жмем «Close». Закрыть это окно. Как только мы прошли регистрацию, нам на почту приходят два письма. Именно два. Друзья, смотрите. Первый выглядит вот так. Ну это, собственно, на немецком. Вот как Google его переводит. Как раз вот мы видим, мне как спонсору пришло письмо о том, что зарегистрировался новый партнер в моей структуре. Да, кстати, имейте в виду, что будучи спонсором, вы также получаете оповещение на e-mail о том, что у вас зарегистрировался новый партнер. Итак, вот так выглядит первое письмо еще раз. Нас поздравляют с регистрацией и нам прислали наш пароль для первого входа в систему. Дальше, то есть при входе в личный кабинет мы его спокойно уже меняем на свой, там более удобный, привычный пароль. И также приходит ссылка как раз для первого входа в систему. Это первое письмо. Очень важно, друзья, видите, пользователь и здесь ничего не написано. Именно так оно и приходит. В этом письме нам важен пароль и ссылка. Второе письмо выглядит таким образом, но это без перевода, вот так его переводит Google. Здесь что мы видим, что для нас важно. Здесь мы видим данные нашего заказа, ну, собственно, мы видим 29.90. И самое главное наши данные. ID номер, который нам присвоен, там фамилия, имя, адрес полный. Для нас важен здесь именно ID номер. Соответственно, мы берем отсюда ID номер. Вставляем его в необходимое поле на странице входа в личный кабинет. На эту страницу мы перейдем из первого письма. Помните, там ссылка, вот она. Нажав на нее, мы попадем вот на такую страницу. Сюда мы вводим логин в это поле. Во второе поле мы вводим пароль, как раз вот отсюда. Все, мы попадаем очень удобный, простой, как все остальное в этом бизнесе, личный кабинет. А что еще хочу сказать? Если вы находитесь в Европе, проживаете в Европе, то для вас, собственно, все еще проще. Сейчас я покажу, как выглядит все для вас. Первое письмо такое же приходит. То есть, с паролем, да, приветственное письмо. Второе письмо также приходит со счетом. Вот, к примеру, письма, которые пришли мне. Это, опять же, английский язык. Вот, в переводе гугла. Значит, что мы здесь видим? Здесь также есть мой один номер. Там имя, адрес и прочее. Просто я регистрировался, находясь еще в Европе. Регистрация на Россию не была открыта. Поэтому я указал, как видите, Чехию. Смотрите, что здесь произошло. Автоматом мне насчитали, кроме стоимости продукта, цену доставки по Европе 8 евро и налог в размере 20%. Итоговая сумма вышла 45-48. Вот, обратите внимание, друзья. На этом я заканчиваю. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...